здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема огурцы мы в жарчайшей теплице в сибири лето не забыла прийти и мы тут уже все жарились и я прилетев на несколько дней поняла что лето то есть на белом свете а вот в подмосковье я очень вам прям сочувствую не знаю как там не лето там просто какой-то ужас катаклик катакликозный даже слова не знаю как сказать значит огурцы в теплице это особые огурцы это особый тип плодоношения огурцов огурцы могут быть и в принципе какие угодно но ну как бы не совсем так это огурцы у которых слабо развитые боковые побеги потому что посадив вот на таком расстоянии огурец от огурца вы должны понимать что если вот так посадите значит будет проблема потому что огурцы зарастают у него мало 40 сантиметров до диаметра корня и глубиной также так у него еще объем листья будет вот такой поэтому им даже здесь будет тесновато но это мы увидим уже к осени поближе не жадничайте вы земли ну чем больше у него площади обогрева питания дыхания еды естественно он будет только лучше эти огурцы тоже выпустят боковые побеги но они у него все-таки будут вот такими и у начала плети боковой обязательно будут огурчики огурцы которые не предназначены для теплицы а так как пишут наши фасовщики и продавцы для открытого грунта и пленочных теплиц или тоннелей это временные укрытия поэтому и тип плодоношения там другой там огурец плодоносит на боковых побегах и на пачках будет написано сильно плетистые мощно плетистые то есть боковые будут развиваться только вот для сибири времени маловато и мы такие огурцы где так написано прищипываем на пятом шестом листе иначе будет один пустоцвет до тех пор пока огурец сам не выбросит боковые побеги и не начнет там плодоносить уже женским типом цветов вот эти да и некоторые меня спрашивают сразу а как их выбирать они что там партийно-карпические самопыляемые разницы нет если на пачке будет написано огурцы для защищенного грунта и это означает что он не прищипывается у него плодоношение вот на центральном стебле и здесь уже видно что здесь огурчики ни одного пустоцветия к нету и это совершенно правильно значит делим огурцы на два типа плодоношения на два первый неважно длинноплодные короткоплодные там шипованные партийно-карпики самопыляю не самопыляемые разницы нет главное какой тип плодоношения к сожалению даже в госреестре российском как-то тоже вот так вот вот написано понимаете но вы должны понимать если первым все-таки строчкой стоит огурцы для защищенного грунта значит для теплицы значит в один стебель когда написано огурцы универсального назначения не пойдете не покупайтесь на это универсального знать назначение это значит его можно отправить и в салат и в мариновку и в засолку и в квашение вот только и всего универсальные огурцы как таковые они наверное еще не существует чтобы он отвечал требованием и теплицы и открытого грунта или парника не совсем так за много лет за такой опыт огромный все-таки я поняла что огурцы разницу все-таки имеют но сегодня речь вот как раз и и не об этом даже посмотрите значит тепличные огурцы они имеют свою особенность имея все-таки огромные листья они же у нас все такие облиственные неважно какого типа плодоношения они начинают прикрывать почву на которой растут да а им надо чтоб проветривала чтоб там не заводилась всяких серых черных белых гнилей плодовых и так далее поэтому мы с вами сделаем такую операцию для них внимательно смотрите значит нижняя пазуха листьев у огурца выщипывается и удаляются сами листья вот посмотрите что я буду делать видите нижние листья они еще имеют вот такую проблему тут уже клещ завелся сто процентов убираем все эти листья но для того чтобы отщипнуть и прищипнуть и убрать ей огурчики из первой пазухи листья потому что они две недели будут держать урожай а две недели для сибири это слишком много вы должны выщипать и конечно понимать что луна на небе должна быть убывающей то есть как можно меньше влаги и обязательно сухой бесплодный знак чтобы вирусы инфекции не возбуждались уж очень то чтобы они как бы были вот в нулевом состоянии вот смотрите убираю это и конечно убираю огурчик убираю вот зачатки огурчика из первой и второй пазухи ну я так привыкла мне так удобнее поэтому я это делаю всегда вы можете делать это и в парнике там-то загущенность вообще просто невероятно и это принесет только пользу а вы будете сидеть и ждать когда же из этого огурчика а в это время развивается еще и стебель еще и боковые огурчик никак не развивается ждете ждете две недели пока вот такой вырастет вот если вы его удалили то тогда уже во второй пазухе вы дождались бы ни один огурец уж поверьте моему опыту значит хочу остановиться на том что сейчас огурцам ну поскольку уже да вот он паутинный клеишь заразный видите все подсосал все что можно он очень маленький белая точечка вы его не увидите даже если подслеповатая как я поэтому берем ну вот здесь наверно видно вот смотрите этот лис поражен уже паутинным клещом и вот тут уже целые колонии видно и тут тоже ну забирай такие листья огурца сверните их аккуратненько и не трясите пожалуйста потому что это все будет опять на огурцах значит поить огурцы надо через день очень обильно давай вот на такое растение не менее пол ведра лучше бы уже ведро они любят пить они любят жару не будь влагу вокруг они любят все настой черного хлеба так жарко что я даже не буду вытирать вот катящиеся по лицу воду значит ну особых душик надо делать не по листьям огурца а вот в воздухе если вы шлангом хотите как-то да приятное сделать огурцам в воздух оросите это правильно по огурцу убить из шланга нельзя желательно отстойной водой желательно после четырех часов вечера когда она стала теплая и огурец получив в это время воду будет знать какая завтра про погода и как ему приготовиться если вы будете поливать огурцы поздно вечером он уже свою программу он с белого света считывает информацию что происходит в природе и он знает что делать поэтому поливка после четырех и не рано утром бессмысленно он еще не проснулся он еще не начал работать вот чтобы удержать огурец около опоры но у меня опоры это вы все уже знаете это бамбуковые палки они служат уже очень много лет у меня есть еще вот такие стебли держатели я их просто обожаю посмотрите два стебля держателя и огурец стоит ровно и спокойно вот это усы которые он выпускает он сам сюда зацепится вот здесь есть такая кудряшка вон там есть такая кудряшка он зацепится и будет стоять и пожалуйста не надо усы у огурца отрывать у мужа можете вырвать все огурца не надо он сам знает что делать и если усики появились на молоденьком огурчике значит он готов к отношению это показатель а сейчас я вам хочу показать и объяснить почему здесь почти все огурцы укрыты укрывным материалом это потому что вот все открывать не буду боюсь все как бы до чтобы не повяло уж окончательно дело в том что в этой теплице почему-то в моем отсутствии посадили арбузы перца баклажаны еще какие-то растения и здесь всего росло 4 огурца ну я так не умею я так не привыкла для меня очень важно когда везде порядок поэтому эта теплица для огурцов все удалила отсюда и пересадила огурцы да некоторые не болеют а некоторые конечно подведают в такую жару но представьте еще в теплице уже там 35 40 градусов для того чтобы они как-то адаптировались их конечно нужно поливать каждый день раз в искомом земли перетащили все равно корни оборвали от того что огурец подведает это не страшно мы же иногда делаем такой прием до долго долго не поливаем там недели огурцы и они у нас листики а вот прям так опустили ушки все это говорит о том что огурец ну как бы до высыпает большой дискомфорт но в это время огурец начинает понимать я надеюсь что приходит кирдык как я люблю говорить и надо поторопиться с отдачей урожая то есть воспроизвести свое это свои семена для того чтобы продолжить рот ну и здесь тоже я удалю нижние листья максимально удалю потому что оставлю макушки для которых питание и влага будет достаточной для огурца такого облиственного конечно такая жара и влага видимо ему недостаточно поэтому все делать как следует и еще раз повторяю кормите поливать огурцы нужно два раза в неделю очень обильно ну можете три раза но не надо каждый день ходить с плошечкой в пол-литра и плескать ему под корень он будет ленивым он не станет образовывать корни так вот чтобы еще и корни образовывать господи боже мой чтобы корневая система образовывалась хорошо нужно сейчас можно дать еще идет интенсивно наращивая зеленой массы и можно дать такое удобрение которое называется амофос не амофос к не а за фоска амофос в составе этого удобрения 12 процентов азота и 52 процента фосфора азот отвечает за зеленую массу на и будет поддерживать а фосфор отвечает за что а за корни образования а еще за всякие процессы вырабатывания сахаров превращение там их в такие-то кислоты и в такие-то там это целая химия это я не буду рассказывать поэтому разведя амофос это может быть даже чайная ложка на 10 литров воды вполне достаточно пожалуйста пролейте свои огурцы вне корневая подкормка тоже не противопоказано на этом закончу всего вам доброго до свидания всегда с вами люблю вас тетя таня а